У нас сейчас будет необычный весьма первый взгляд. Во-первых, потому что это не совсем настоящий первый взгляд в диско Elysium. Я провел уже несколько часов, оставшись в полном восторге от этой свежевышедшей игры. Во-вторых, потому что мы не то чтобы даже будем играть в диско Elysium. Мы немножко ее посмотрим. Суть этого видео не в том, чтобы, собственно, сыграть в игру, а в том, чтобы призвать вас к тому, чтобы в нее пойти играть. То есть, честно говоря, здесь можно было бы ограничиться даже 20-секундным видео, но все-таки, наверное, надо что-то показать ради приличия, чтобы понять не всю суть, а именно вообще, а что как-то, про что ты сейчас говоришь, во что идти играть. Ну вот сейчас немножко чуть-чуть посмотрим, но углубляться не будем, потому что в это нужно углубляться, я гарантирую вам самому. Во-вторых, мы не будем в нее играть, потому что это игра, собственно, на английском языке, и это, по сути, текстовая визуальная новелла. Во многом она воспринимается так. Здесь все завязано на тексте, а текст пока что есть только английский. И это достаточно сложный английский, который переводить сейчас вот на видео человеку, вдобавок, который не очень хорошо, собственно, владеет им, то есть у меня очень средний английский, невозможно. Здесь нужно, если играть с таким уровнем английскими, как у меня, то именно самому, вчитываясь про себя, неспешно на видео сейчас переводить, это будет очень кочусственно по отношению к здешним действительно великолепным текстам. Поэтому мы сейчас даже не будем ничего читать и переводить, мы просто посмотрим на мир игры, в котором происходит здесь основное действие. Давайте загрузим мое последнее сохранение и немножко, собственно, побегаем. Итак, мы в мире Disco Elysium. Да, изометрической ролевой игры. Ну что, давайте, собственно, немножко пройдемся, неспешно, ничего, собственно, не выполняя, никакое задание не трогая, может быть, немножко сейчас посмотрим интерфейс и так далее, но ничего так трогать особо не будем. Итак, что же представляет на себя Disco Elysium? Это сюжетная ролевая игра с более чем, ну, точнее, на самом деле, примерно где-то с миллионом слов. И это, чтобы вы понимали, не хухры-мухры какие-то. Миллион слов — это весьма серьезно. Более того, это не какие-то там графоманские полотна текста, это на самом деле в литературном смысле очень хороший уровень. Ну, Disco Elysium сейчас называют весьма так претенциозно, да, но, как по мне, после моих первых впечатлений, совершенно верно, достойно одной из лучших ролевых сюжетных игр вообще за всю историю игровой индустрии. Это оригинальная, постмодернистская, красивая, очень смешная, невероятно смешная, все, правда, завязанная искрометность текста в основном, и весьма глубокая, взрослая игра. То есть она даже, ее нельзя сравнить с большинством изометрических RPG. Здесь, например, нет боевой системы, да, она больше похожа на вот какие-то именно адвенчуры, что ли, что-то типа Kentucky Road Zero, которую я очень люблю, да. Но все-таки это RPG, потому что здесь есть создание персонажа. Уже на уровне создания персонажа, где вы будете выбирать один из вот этих скиллов и распределять характеристики, тоже сейчас сюда не будем углубляться, потому что здесь можно просто потеряться. Это, наверное, самая лучшая таблица скиллов, которую когда-либо тоже вообще видел. Уже на этом уровне она, собственно, захватывает внимание. Потом все начинается, напоминаю Planescape Торман, да, о которой я слышал, которую ремейк, или точнее духовное продолжение, которое я играл, которое мне тоже понравилось, но это не сравнится с ним. Уже вообще начинаешь думать, что это, возможно, лучшая игра года. И, собственно, потом начинаешь в этом убеждаться все больше и больше. Игра, собственно, начинается вот в этой комнате, как именно, я не буду рассказывать, потому что это тоже нужно самому испытать. Но, как вы видите, я недалеко от нее ушел, несмотря на то, что потратил довольно много часов. Действие здесь развивается очень неспешно. Но ты в это действие прямо втягиваешься с какой-то невероятными чувствами. Но кроме текста, конечно, здесь много всего тоже, что можно похвалить. Это и арт-дизайн, и, наверное, другие части атмосферы, антуража, музыку, звук и так далее. Здесь дешевенькие достаточно анимации, озвучены далеко не все диалоги, далеко не все. Местами они озвучены. И, кстати, это весьма тоже метко, где они надо, они озвучиваются, где не надо, не озвучиваются. Где можно обойтись без этого. Это все прекрасно работает каким-то образом. Давайте выйдем на балкон. Оригинальнейший мир. Ну, по сути, здесь такой своеобразный постапокалипсис с весьма таким политическим антуражем. Я еще не особо в эту часть углубился, но сделано это так, что будет интересно любому. То есть не надо думать, что это какая-то там нравственная высокая игра с политическим месседжем каким-то серьезным, который нужно принять. Или там что-то такое. Нет, это прямо на настоящее постмодернистское приключение. Сейчас ее сравнивают с чем совсем подряд. То есть, на самом деле, кто что читал, тем и сравнивают. Потому что именно хочется сравнить это с книгой хорошей. Например, с Томасом Пинчином. Ну, это вообще, в общем, высокое сравнение. Томас Пинчин один из главных, наверное, постмодернистских писателей 20 века и 21 уже. Или сравнивают иногда с режиссерами. Тоже, почему бы и нет. Например, с Дэвидом Линчем, да. Или с сериалом True Detective. Играем мы здесь в детективы и расследуем дело. Поэтому это весьма адекватное сравнение. Тут множество отсылок, как и должно быть в постмодернизме. Здесь огромное количество все время каких-то интертекстуальных, да, вот таких вот вкраплений. И все очень иронично. Все очень иронично, но при этом не теряя своей внушительности. И какие-то совершенно необычайные механики. Например, здесь с тобой разговаривают как раз те самые скиллы, которые я вот ранее показывал. Плюс есть вот такая вот механика, которая сейчас у меня задействована. Наш герой не в реальном времени, потому что время здесь не совсем реально идет. Это тоже очень необычная деталь. Что-то, мысль какую-то развивает. Прокачивает мысль. На самом деле, в данном случае, например, пытаюсь вспомнить, где у нашего главного героя находится дом. Он забыл, где он дом. У него тут амнези такая достаточно серьезная сбадуна. Тоже совершенно фееричная часть приключений сюжета. И сейчас он пытается вспомнить, где он жил-то вообще. Он дом свой забыл, потерял и не может вспомнить. Все тексты, которые здесь присутствуют, будь это описание предметов, будь это любой квест, выполнение диалога и так далее, или что угодно. Одно удовольствие читать. Конечно, да. Английский язык здесь прямо-таки он местами заковыристый. Много редких слов. Иногда подключаешь там, вызываешь на помощь Google-переводчик. Ничего страшного, здесь можно в любой момент остановиться. Игра неспешная, как я и сказал. То есть текст никуда не убежит. Всегда есть время, чтобы ты что-то перевел, если что, и так далее. Так как в игре огромное количество слов делала ее Инди-студия, перевод в ближайшее время ждать точно не стоит. Вроде как он должен быть на русский язык и еще на несколько языков. Потому что игра сейчас становится очевидным хитом, и перевод, собственно, появится в необходимости в нем. Но ждать его придется долго, да. Поэтому нужно делать также выбор важный, что ты будешь делать или нет. Ну и самое главное, это все очень трогательно. То есть это не какая-то заумная хрень такая претенциозная, которая там с философскими размышлениями или просто каким-то потоком шуток. Нет, это именно большой иммерсив. То есть погружение здесь очень серьезное. При том, что это еще и интеллектуальное произведение, очень умная игра. Как говорят, это вообще одна из самых умных игр последнего десятилетия. И большое событие для RPG-жанра. То есть вот сейчас мы просто походили по этим локациям. Я думаю, что продемонстрировал то, что с визуальной частью здесь тоже все очень в порядке. Я даже не стал заходить на локацию, где у меня сейчас основной квест. Здесь все с этим тоже сделано искрометно. То есть на самом деле любая часть игры здесь сделана с таким очень умным подходом и не как какая-то такая механическая часть. То есть везде ручная интеллектуальная работа чувствуется. И это очень классно. На этом, я думаю, все. Вот такой вот у нас действительно необычный первый взгляд. Потому что игра действительно такого заслуживает. В следующий раз мы сыграем какую-нибудь другую новинку. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. И пока что всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok